Сейчас делаем глазурь, которая не трескается, на куличике, которая не трескается и похожа на мягкий наш маловый. Как мягенький зефир будет. Здесь по рецепту, если кому интересно, 125 грамм сахара, 50 грамм воды, довольцы, почти до кипения немножечко. Сахар даже может весь не раствориться, это нормально. Воздушное тесто с цукатами, диковинная глазурь. Кондитер Гелнас Менщикова готовит пасхальные куличи, которые уже на днях поедут к нашим военным. Гелнас поделилась секретом бездрожжевого кулича. В холодильнике он может храниться две недели, сохраняя и свежесть, и выразительный вкус. Для теста понадобится 5-процентный творог, побольше сливочного масла, яйца, мука и ванильный сахар. Изюм и сухофрукты добавят шарма домашним куличам. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. Скоро традиционные пасхальные гостиницы Гелнас отправят 83-ю десантно-штурмовую бригаду «Уссурийские тигры». Мальчишки, они есть мальчишки, они любят все сладкое, поэтому все, а мы, женщины, любим всех накормить. Ну, яиц будет очень много, девочки, потому что еще дополнительно сейчас занимаются этим, потому что отправка уже завтра. Куличи, это вот только первая партия сегодня я продолжу, ну, где-то около, наверное, рота 100 человек, где-то вот, чтобы хотя бы по одному куличику у них было. С начала специальной военной операции Гелнас состоит в волонтерской группе «Поддержим наших». Она не смогла остаться в стороне, ведь столько друзей и родных защищают родину. Вместе с другими добровольцами Гелнас регулярно отправляет транши за ленточку. И в пасхальные посылки не только куличи и яйца. Нашим ребятам закупили средства радиоэлектронной борьбы, рации, тактические носилки и маскировочные костюмы. Также группа «Поддержим наших» взяла подшествие Херсонский детский сад. К Светлой Пасхе для детишек добровольцы подготовили много подарков. Виктория Черкова, Олег Тоньшин. Уллправда ТВ.